Приветствую вас. Забегая чуть вперед, хочется сказать, что да, нужна консультация, причем консультация нужна была еще в первый раз, когда вы обращались с вопросом в марте, вот, но то, что вы не сделали это, то, что вы не начали консультироваться, это уже говорит как бы о том, что, скорее всего, конкретно на работу над собой вы не настроены. Итак, значит, уже обращалась к вопросам всегда в марте этого горя по поводу любимого мужчины, у меня снова произошло что-то похожее, ну, и будет происходить, пока вы не подкорректируете свое поведение и не решите свои внутренние проблемы, вот. Некоторые ответили, что испуг мужчины пройдет и он вернется. Так и вышло, но ненадолго. Честно говоря, честно говоря, поскольку вопрос свой вы задаете анонимно, посмотреть тот предыдущий вопрос я не могу, вот, но я не помню, чтобы я такого лично говорил, поэтому, соответственно, то, что некоторые ответили, говорит о том, что вы видите те ответы, которые вы хотите видеть, и вы ищите те ответы, которые вам как-то уважаются. Это непродуктивный путь в данном случае. Что-то раз, когда он вернулся, сказал, что не может без меня и хотел уйти из семьи, но его жена не согласна, чтобы он встречался со мной, лишь бы не уходил. Вот. Мы встречались, но его 18-летний сын узнал из слухов об этом и разговаривал и со мной, и с ним. У них дома был скандал, я не знаю, что конкретно сказал ему сын, но после этого Сергей позвонил и сказал, что нужно расстаться, сказал, что боится своего сына. Смотрите, значит, здесь история такая, как бы отношения между людьми, ну вот, в данном случае мы говорим об отношениях, как бы, между вами, да, между вами и, ну, и мужчины, и мужчины, вот. Вот. Отношения между людьми касаются только их. Не касается отношения между людьми других людей. Те, кто этого не понимают и те, кто, ну, поступают вот так, да, они, как бы вам так сказать, нарушают личные границы человека. То есть сын нарушает личные границы своего папы, да, ну, в данном, в данном случае. Вот. Папа это позволяет делать. Не важно, не важно, почему он это позволяет делать. Позволяет ли это делать из, например, чувства вины, да, то есть он чувствует вину перед, эм... перед, эм... сыном, эм... эм... своим. Вот. Не важно, абсолютно, почему он это делает. Важно, что он это делает. То есть, как бы, он, эм... позволяет нарушать, э, личные границы, э, э, э... если, э, э, человек, э, позволяет нарушать, э, э, свои личные границы, э, вот, в том числе, значит, э, 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 ну, вот, своему, э, сыну, э, то человек, либо не уверен в себе, либо ему это выгодно. И, в общем и целом, всё. Э, 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 третьего здесь не дано. То есть, иными словами, иными словами, э, человек ведёт себя вот так, как он себя ведёт, да, э, э, просто потому, что вот ему так выгодно. И всё. Э, э, нравится вам это или нет? Ей-э, centre raise, centre will take away. Иии... до тех пор... Вчера... Пока, вы... Э... этого... Не поймёте. Вот, до тех пор, пока вы, э, будете, эм... Ну, как бы, пытаться, да, до тех пор, пока вы будете пытаться человека исправить, до тех пор, пока вы будете пытаться человека, там, не знаю, подкорректировать, скорректировать, вот, и так далее. Ситуация в целом, ну, меняться не будет. Мужчина, ну, ваш, ваш мужчина, он вот такой, он вот такой, и всё. Как бы, не дано, в данном конкретном случае, так скажем, третьего. Ну, вот, не дано. Но вы будете, вероятно, всего, к этому тяготеть. Почему? Потому что вы, скорее всего, зависимы от мужчины эмоционально, да? Как он зависим эмоционально от, значит, своего сына, так и вы от него зависимы. И получается вот такая история, получается такая история, ну, ни много, ни мало, получается такая история созависимости. Вот. И вам нужно из этого, из этого, из этих отношений выходить. Эээ, чем, ну, чем быстрее, тем лучше. Потому что, чем, чем больше вы в них, вы в них находитесь, тем вам хуже, тем вам будет больнее, болезненнее, болезненнее, и так далее, и так далее. Эээ, ну, хотите вы этого, или нет? Понимаете, да? Вот, вот, в принципе, и, в принципе, и всё здесь, то есть, казалось бы, очень, ну, очень просто, эээ, всё, но, эээ, с, эээ, с зависимостью, и вообще, с, эээ, с зависимостью, эээ, всегда так. Об этом, просто, эээ, об этом, эээ, просто, просто говорить, но, эээ, корректировать это, совсем не так просто, поэтому, я и, я и сказал изначально, что вам нужно, ээээ, было, ээээ, сразу, обращаться к, эээээ, к психологу. Вот. Вы этого не сделали, и я знаю почему. Я знаю почему. Я знаю почему. Я знаю, я знаю, почему вы этого не сделали. Потому что, любой человек, эээ, зависимый человек, боится, боится начинать, ээээ, над собой работать, так как понимает, ээээ, в глубине души, понимает прекрасно, что это, в общем-то, ээээ, завершится его восстановлением. А, освобождаться человек, ну, не то, не то, не то, чтобы, вот, ээээ, прямо не хочет, да, но он, как, он как минимум, как минимум боится этого. Потому что это неизвестность, потому что нужно как-то жить для себя и так далее. Вот. А вы же сейчас, как бы, для себя-то не живёте, не живёте, вы сейчас, ээээ, живёте вот только для, ну, для мужчины. Вот. Опять же, нравится вам это или нет, но это, это реальность, та реальность, в которой, в которой вы, ээээ, собственно говоря, на, ну, собственно говоря, находитесь. Это та реальность. Вот. И, отсюда, отсюда у вас, эээ, идут вот такие вопросы, отсюда у вас идёт, ээээ, желание, ээээ, значит, эээээ, человека как-то понять, отсюда у вас идёт, эээээ, потребность в том, чтобы, эээээ, ну, в том, чтобы, прояснить какие-то, какие-то вещи для себя и так далее. Вот. Я понимаю, я понимаю прекрасно то, что вы можете сейчас, ну, подумать, что я как-то обесцениваю ваши переживания. Нет. Ни в коем случае нет у меня, по крайней мере, такой цели. Такой цели нет. Но есть другая цель. Есть цель показать вам, как обстоят дела. Есть цель показать вам, в какой ситуации вы оказались. Именно, именно вот в силу того, что есть надежда, что вы к этому прислушаетесь и таки займетесь именно вот, что называется, своей жизнью. Дальше. Так, значит, я спросил, что если бы он не узнал и так не отреагировал бы, все продолжалось. И он ответил, что да. Да? То есть, как бы, ответственность человек нести не хочет сам. Сказал, что решение о расставании принимал отталкивается от сына. Неужели это основная причина? Нет, это не основная причина. Но и не та причина, о которой вы, ну, подумали, да, и так далее. То есть, здесь, как бы, ну, ни то, ни другое. Вот. Дело в том, что, ну, человек, вот, просто, просто, просто боится, или боится, или не хочет брать ответственность на себя. Вот. Он в этом, ну, ни в коем случае, как бы, не виноват. Человек сам. Сам человек ни в коем случае в этом не виноват. Вот. Просто вот он, ну, вот такая вот в данном случае у него реальность получалась, и все. Вот. Поэтому это нужно понимать, и по возможности, конечно, относиться к этому, ну, спокойно. Вот. То есть, просто спокойно относиться к этому, спокойно относиться к тому, что, ну, вот, вот человек такой, вот, у него есть такие возможности, у него есть, у него вот такие ресурсы, и все. Вот. Чтобы не возникало у вас ожиданий, чтобы у вас не возникало, скажем так, надежд, которые могут не оправдаться в данном случае. Понимаете, да? Дальше. Я не нахожу себе место, люблю очень и больно вниматься. Ну, вы извините меня за то, что я сейчас скажу, но это не похоже на любовь. Это больше похоже на зависимость. Именно на психоэмоциональную зависимость это больше похоже, к сожалению. На мой взгляд, на мой взгляд, к любви это отношение имеет очень-очень, ну, очень-очень слабенькое. То есть, да, я понимаю, что у вас есть чувства к человеку, я прекрасно это понимаю. Но я также, как бы, говорю о том, что здесь помимо, здесь вот помимо любви, да, здесь присутствуют еще и другие, некоторые чувства. Вот. Что это за чувства нужно смотреть. Вот. Может быть, это страх остаться одной, может быть, это задетая самооценка, задетая, там, гордость и прочее-прочее. А может быть, может быть, что-то другое. Понимаете, да? То есть, так, опять же, однозначно здесь сказать, пожалуй, нельзя. Вот. Это нужно исследовать. Ну, как минимум. Как минимум. Это нужно исследовать. Дальше. Конечно, я понимаю, что поступаю не хорошо, что у них семья, но ведь мы уже один раз расставали, когда три дня не общались, мне стало чуть легче, но он снова, сам снова вышел на связь, посерковав отношениями с женой. Здесь вы не можете никак определиться со своей ответственностью. То есть, вы не можете определиться с тем. Так я как отношусь к тому, что, ну, встречаюсь, значит, с, ну, вот, с женатым, с мужчиной. Вот. Я как к этому отношусь? Сама. Вот. Просто вам, эээ, на мой, на мой взгляд, эээ, необходимо с этим определиться. Либо вы чувствуете вину и не, эээ, ну, и не встречаетесь, не встречаетесь, значит, с, эээ, человеком. Либо вы признаёте, что, как бы, дело не в вас, что, эээ, другая семья вас, эээ, ну, в принципе, наверное, эээ, интересовать, эээ, как-то не должна. И, эээ, выбирайте, эээ, просто вот, ну, скажем так, там, бороться за свои интересы. Это, дело в том, что, очень важный момент, эээ, бороться за, эээ, свои интересы. И если вы не умеете бороться за свои интересы, то, эээ, ситуация развиваться будет по, эээ, очень нехорошей для вас, эээ, истории. Когда вы, как бы, эээ, все время будете в стране. Вот. Я не думаю, опять же, что это, эээ, вот, то, чего вы хотите. Мне кажется, что вы все-таки хотите быть счастливыми. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Вот. Я, по крайней мере, надеюсь на то, что вы этого хотите. Вот. И, соответственно, из этого уже давайте будем стараться исходить. Вот. Как минимум, ну, как минимум. Да? Понимаете, какая штука получается? Нет. Дальше. Я скажу, больше были разговоры о совместной жизни, просто мы не хотели торопиться, так как знакомы всего три месяца. Ээ, ну вот. Вы знакомы всего три месяца. Вы уже без него, без него не можете и уже, уже расставались. Это прям, вот, классическая история, эээ, ну, любовная зависимость. В данном случае. Т.е. То есть вы в каком-то состоянии пришли в отношения, то есть вы в каком-то состоянии в эти отношения вступили. И сейчас идет следствие того, что вы это состояние пытаетесь, как бы, ну, вероятно, поддерживать. Вот, ну, на мой взгляд, по крайней мере, на мой взгляд, по крайней мере, так это выглядит. То есть понятно, что всех тонкостей я не знаю, вот, и всех тонкостей я не могу знать, но, тем не менее. Вот. Поэтому здесь вот такой очень, очень важный момент, как мне кажется. Дальше. Так, значит, он не против, что у меня двое детей, так как тоже выросли двух нерадных, ему же по 30, и сын совместный в 18 лет. Да, то есть для вас важно, что он не против детей. Очевидно, что вы тоже о детях своих как-то переживаете. Вот. Я хотел узнать, есть ли шанс вернуть его. Шанс есть, но вопрос вызывает то, что вы хотите его вернуть. Понимаете, нюанс в том, что мужчина не... Мужчина не вещь, а личность. И личность нельзя вернуть, потому что он вам не принадлежит, а вы, вероятно, как раз таки хотели бы, хотели бы, чтобы он вам принадлежал. Вы будете сейчас, вероятно, ну, сопротивляться этому. То есть вы скажете, нет, 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 я не... Значит... Я так не хочу, я так вот не считаю и прочее. И вы знаете, ну, вероятно, я не буду с вами спорить, если вы не согласны. Не буду с вами спорить. Просто хочу показать, что это не что иное, как самообман. Вот то, что вы делаете, это самообман. Дальше вы спрашиваете, есть ли шанс, говорите вы, что это как не пропагадать. То есть рассуждать о шансах могут люди, не являющиеся психологами. Им можно, а нам нет. Понимаете? Какая штука. А вы спрашивайте у нас, у психологов, есть ли шанс его вернуть. Шанс есть его вернуть. Но он как вернёт, так и обратно уйдёт. Опять, значит... Что-нибудь появится, опять что-нибудь случится. Вот. Опять кто-то или что-то наручит личные границы. И он будет снова, в этом смысле, ну, скажем так, не свободен. Вот и всё. И вопрос уже здесь на самом деле больше к вам. Хотите ли вы жить такой жизнью или нет? То есть это вопрос-то, по сути, к вашей самооценке, пожалуй, больше. Дальше. Так. Я ни звоню, ни пишу, ни надоедаю. Но мне не 15 лет, я уверенно всё говорю. Правду видела всё в его глазах, чувствовала его любовь и искать. Вы не можете чувствовать его любовь и искать. То, что вы чувствуете, это то, что чувствуете вы. А поскольку вы не очень разбираетесь в своих чувствах, то, вероятно, пытаете любовь и искать чем-то другим. Если бы он любил жену, разве пошёл бы на такое, чтобы она терпела и он встречался со мной? Это догадки, если бы таковы. Обычно мужчины, насколько я знаю, если об измене узнают жены, просто всё приглашают и бегут по крылочке к жене. То есть вы уже не первый раз встречаетесь с женатым мужчиной, получается. Это первое. Второе. Вы обобщаете. Все ведут себя по-разному. Ну, тут он с вами раскрылся и потом ещё продолжил отношения со мной. Помогите, пожалуйста. Я не знаю, что нужно в таком случае. Консультация или что-то другое. Консультация. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.